Друзья, доброго времени суток. Сегодня у нас на обзорчике водочка царская золотая. Сейчас я налью до конца и расскажу. Мы сегодня на природе. Сегодня 1 мая. Всех с праздником поздравляем. Желаем здоровья, удачи по жизни. Встречаться почаще с друзьями, с близкими, с родными. В общем, всем всего хорошего. В общем, на тесте у нас сегодня водка царская золотая. Заявка на премиум по акции стоимость 450 рублей. Чуть дороже, чем дешевая водочка. Выглядит интересно по составу. Состав будет в описании, скажем так. Выглядит солидно, как бы прямо хочется спросить. Кстати, по спирту, вот именно спирт здесь люкс, не альфа. Но это завод питерский. Да, это группа ладога у нас, то есть известная такая группа алкогольная. То есть она много водок всяких разных выпускает. Соответственно, сейчас мы оценим. Сегодня у нас пикничок, шашлычок, огурчики, помидорчики, лучок и лавашек, все такое. Но, как обычно, мы вначале попробуем эту водочку на вкус, без всяких закусок и так далее. Сегодня у нас приглашенные гости, как обычно, Иван и новый эксперт, в кавычках, скажем так, Сергей тоже много выпил и пробовал и хочет поделиться своим ощущением происходящего от куста этой водки. Ну, если он для него покажется явным. Ну, давайте, друзья, за вас с первым маем поздравляем вас искренне с праздником. Да, да. Ну, по запаху, что тут? Запах и запах. Нюхать особо не будем. Пробуем. Ну, пахнет неплохо, я скажу так. Начнем с гостей, Иван. Водка пошла, на мой взгляд, сейчас легко. При учете, что это всего лишь первое, а первое обычно всегда тяжело. И она не холодная. Да, мы холодную, мы не тестим, не пьем холодную водку. Уличную температуру, сейчас сколько, плюс 10? Да, где-то плюс 10. Ну, такая, чуть-чуть охлажденная. Ну, скажем так, ну, я не могу сказать, что это прям бомба. Да, что это на люкс, там, это на свою цену даже, я бы сказал. Ну, я думаю, скажем так, она просто красиво выглядит. Да, бутылка красивая. Решение вот это вот с портретом. А внутри какая, ну, максимум деревенька, мне кажется, что-то такого среднего. Или архангельская, что-то такого. Ну, да, скажем так. Красивый дизайн. Ну, это мое мнение, ребят, не знаю как. Серег, ты как думаешь? Нет, водка, ну, не знаю. Водка... Кстати, это любитель вот этой водки царского. Ну, не такой я любитель. Ну, бывает. Бутылка нравится, да. Беру на стол, чтобы... На стол удобно, красиво поставить, внешне выглядит солидно. На вкус напоминает, мне кажется, вот раньше была такая водка пшеничная. В советское время. Я еще помню. Что-то есть там было. Да, есть прикус такой. Ну, да, вот есть водки даже подешевле сегментом по ценовой категории. Они лучше, приятнее даже пьются. Ну, не знаю, если вот усугубить бутылочку, там, голоман от нее не очень... А, то есть ты уже проверял. Не очень... В смысле, и болит или не очень... Кстати, а что вы скажете... Нет, ну, когда себе злоупотребить. На то, что написано, водка фильтруется через золотые мембранные фильтры. Ну, мне кажется, это маркетинг не более. Маркетинг, обычный маркетинг. Золотые фильтры. Конечно. Нет, и в первое время, мне кажется, водка даже была, когда она... Сколько уже лет этой водки в марке выпуска? Она была приятнее. То вот сейчас... Мягче. Мягче была. Она мягче. Ну, в принципе, как и все напитки, которые алкогольные выпускаются изначально всегда. Качественнее. Ну, ну, скажем так, водка неплохая. Ну, думаю... Такой дизайн бутылочки. Дизайн мне нравится. Дизайн 5 баллов. Петр великий, просматриваемый через... Ну, на самом деле, что такое водка, ребята? Вы все знаете, 90% это маркетинг, а 10 составляющая внутри, соответственно, в данном случае маркетинг рубит. А внутри уже на вкус и цвет, как говорится. Для этого мы снимаем наше видео, чтобы донести до вас, чтобы вы при походе в магазин ориентировались на цену и так далее, на вкус. Ну, может быть, мы не такие эксперты, но мы, как бы, по-народному стараемся передать свои вкусовые ощущения от этого напитка. Ну, к столу, да, к столу нормально. Теперь попробуем эту водочке в качестве закусы, ну, как бы закусить помидорчиком, огурчиком. Ну, перед вами шашлычком, наверное, не будем, ребята, закусывать, дабы, как бы, вы нам особо не завидовали. Ну, а помидорчиком, огурчиком самое то. И у нас тут оператор уже слюной вестек, если честно. Да, оператор. Так что давайте... Да, вокруг нас... Сейчас выпьем. У нас вокруг тоже мы не одни. Выпьем по второй, да. И все, тут нас заждались, на самом деле. Так, ну, еще раз. Водочка царская, шашлычок. Как там песни? Под коньячок вкусно очень. Я думаю, шашлычок под водочку вкуснее. Ну, пока без шашлычка. Мясо под водочку вкуснее, чем. Ну, ребята, за вас. Давайте, да. За то, что смотрите, как говорится, наше видео. Будем стараться радовать вас чаще и чаще. Показывать, где мы отдыхаем, где выпиваем, и так далее. Ну, за вас. С праздником. Под закусочку попробуем. А вторая интереснее пошла. Ну, это всегда вторая есть вторая. Вторая? Первая почему-то мягче была, потому что первая пока отчейпала, отдавала чем-то таким медицинским вкусом немножко. А сейчас как-то вообще-то мягче. Да, легко так вот. Ну, закусить надо. Я после полбутылки вообще мне любая мягкая. В общем, ребята, давайте не будем размазывать, скажем так, кашу по тарелке, затягивать. Скажем, нашу оценку, ну, по традиции, примерно из 10 бального, только честно, как считаем. Ну, давайте так, я скажу, если сравнивать цена-качество, моё 6. 6 баллов. Спросим у Сергея. Я 7 баллов. Я тут, как-то у меня мысли сходятся тоже. 6 баллов, не больше. Не стоит, мне кажется, на этих денег. Нет, стоит она в плане красоты, дизайна. Ну, как и обзор Белуги был. Белуга тоже хорошо упакована, красива. Так, я думаю, с этой. Ну, внутри, внутри нас мы видим, ощущаем обычное составляющее. Обычно среднячок, не более. Ну, скажем так, давайте общее, скажем, рекомендуем мы или нет, как бы, эту водку, в смысле, за эти деньги. Я бы за эти деньги, если честно, поискал бы что-нибудь такое. Конечно. А я бы за эти деньги вообще-то не брал бы так. Ну, не знаю, водки сейчас ассортимент большой, иногда теряешься, что взять. Да. Почитаешь название фирмы, там, изготовление всего-чего добавок. Ну, знаете, еще... Возвращаясь к тому, чему уже пробовал, от чего. Ну, в принципе, да. Ну, да, по сути, все равно люди берут то, что... С другой стороны, цена – это вещь такая субъективная. Для кого-то 300 рублей дорого, для кого-то 450 – это копейки, если разговаривать с точки зрения... Ну, я-то и говорю, просто, ну, сравнивать, например, у нас... Нет, ну, обычной цене она 500 рублей стоит. Ну, 500, мне кажется, это уже оверт прайс за нее. Она обычно 520. Сейчас было пятерочки, она 300... Ну, до 400 рублей. Да, она 300... Ну, 90... Ой, извините, 450-470 рублей. Ну, что, водка царская золотая. Захотите попробовать? Скажем так, была бы она 350 рублей, я бы рекомендовал. Вопросов нет. Ну, кажется, за эту цену чуть-чуть дороговато, да? Чуть дороговато. В общем, золотой. Дизайн тоже берет свое. Дизайн, да. У нас счеты поставить на стол и все такое, все супер. Дизайн супер. Внутри середнячок. А покупать ее или нет, решать вам. В общем, ребята, спасибо, что смотрите. Еще раз вас с первым маем. До скорой встречи. Да, всем пока. Всего доброго. Подписывайтесь на канал этого парня. Да.